Давайте я скажу, почему это все было важно и как позволяет утверждение о том, что в каждой судьбе соответствует ровно одна точка, как это утверждение позволяет анализировать динамику нашего отображения. Утверждение. Это утверждение мы сейчас обсудим. Давайте теперь посмотрим, что происходит с судьбами, когда мы действуем на нашу точку отображения вверх. Пусть у нас есть точка P, и этой точке P соответствует судьба, омега 0, омега 1, омега 2 и так далее. Если мы видим, то есть минус 1, омега минус 1 и так далее. Что мы можем сказать про судьбу точки F от P? Давайте я скажу, что она будет омега 1 штрих, омега 1 штрих, омега 2 штрих, омега минус 1 штрих и так далее. А что вы можете сказать про судьбу точки F от P? Судьба показывает, в каком месте мы находимся на очередной итерации, на катой итерации. Если мы сделаем одну итерацию нашего отображения, то есть перешли от точки P в точки F от P, то это просто означает, что дальше эта точка F от P будет двигаться так же, как двигалась точка P, то это со сдвигом нумерации на единицу. Понятно, что если F в катой от P принадлежала А жуткому, то F... Значит, это то же самое, что F в камень у сперва от F от P принадлежит А жуткому. Вот эти два условия, это одно и то же условия. И это означает, что вот эта судьба связана с вот этой судьбой таким образом. Омега К тр штрих равняется... Тут нужно правильно написать. Омега К, и здесь нужно то ли плюс единицу поставить, то ли минус единицу. Что нужно поставить? Давайте посмотрим, как найти омега 0 штрих. Омега 0 штрих отвечает на вопрос, в какой части находится точка водой точка F от P. В нулевую или в первую? С другой стороны, на тот же самый вопрос, какая кардинада здесь отвечает, какая позиция здесь отвечает. Давайте посмотрим, у нас судьба... Остепление судьбы на две сформулируемых. Итак, на вопрос о том, где находится F от P. Какая точка нашей исходной судьбы отвечает? Какая позиция отвечает? С каким номером? С номером 1. Значит, омега 1 это в точности та позиция, которая отвечает на вопрос, где находится F первая от P. F первая это все равно, что просто F от P. Это означает, что омега K штрих равняется омега... Значит, если здесь 0, то у нас происходит вот такой судьбе. Значит, вот так вот связана эта судьба. То есть, иными словами, когда мы действуем нашим отображением F, то судьба просто отбегается на одну позицию вверх. Теперь смотрите. Допустим, что у меня есть две точки. Пусть у меня есть две точки. Вперед. И у точки... У точки F есть какая-то своя судьба. Омега 0, омега 1 и так далее. Омега 1000. Омега 1000. Омега 1000. Есть точка Пу. Здесь какая-то 2 надо. Допустим, что судьбы этих двух точек совпадают... Допустим, что судьбы точек П и Пу совпадают вплоть до 1000-й позиции. Это означает, что точки П и Пу очень близки друг к другу. Расстояние между ними имеет порядок единицы делить на 3000-й степень. Но, собственно говоря, это прямо следует вот из этих форм. Да, если мы... Те поправки, которые нам дают далекие компоненты судьбы, это поправки, которые делятся здесь на числа вида 3 в степени... 3 в степени n. Поэтому эти две точки... Значит, если у них вот это все совпадает, когда это все совпадает... А вот здесь... Начиная с этого места... Судьбы различаются. Эти две точки находятся очень близко. Расстояние между ними... Порядка единицы делить на 3000. Это очень маленькое число. Но... Если мы применим к этим точкам наше отображение F тысячу раз, F в тысячу от P, или даже в тысячу один раз, то та точка, которая... Та позиция в судьбе, которая здесь была на месте тысячи один, здесь окажется на месте один, то есть на месте ноль. Значит, мы получим такую штуку... Мы получим судьбу, которая будет начинаться с омега тысяча один. А F тысяча первая от P окажется в точке... У нее судьба будет начинаться с омега тысяча один штрих. И это разные точки. Это означает, что через тысячу одну итерацию наши новые точки, которые были чрезвычайно близки друг к другу, окажутся в разных половинках, в разных точках вот этих третьих, нашего квадрата. То есть окажутся на далеком расстоянии друг от друга. Это как раз и приводит к тому, что подкова, отображение подковы является хаотическим. Можно было бы это пробовать и увидеть по-другому. Смотрите, что происходило, когда мы применяли наше отображение подковы. Мы всегда растягивали в горизонтальном направлении наши точки. Поэтому даже если точки были очень-очень близки друг к другу, если у них была хоть чуть-чуть разная х-овая координата, то со временем, чем достаточно быстро, они оказываются достаточно далеко друг от друга. Благодаря этому как раз и говорят, что отображение подковы обладает хаотическим поведением.